Илл расправляет крылья. Каковы его перспективы на мировом рынке авиатехники? 7 мая 2019 года ТАСС Илл расправляет крылья. Каковы его перспективы на мировом рынке авиатехники? Илл-112В. Источник изображения – Армин Гаспарян, пресс-служба ПАИ Илл-Слиш ТАСС. ТАСС об особенностях самолета Илл-112В, которые позволят России вернуться в список крупнейших мировых производителей легких транспортников. Однако за место под солнцем придется изрядно побороться. С конца марта этого года КПАА авиационный комплекс ИМ. СВ. Льюшина, входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, УАГ, приковано внимание как журналистов, так и экспертного авиационного сообщества. И это не случайно. Сначала первый полет совершил легкий военно-транспортный самолет Илл-112В, затем наша армия получила первый серийный тяжелый Илл-76МД-90А. Примечательно, что состоялось это в дни 125-летия со дня рождения советского авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина. Однако эти два крупных авиационных события были омрачены уходом из жизни в конце апреля бывшего генерального конструктора Ильюшина, дважды и героя социалистического труда Генриха Новожилова. Именно под его руководством был создан самый распространенный самолет военно-транспортной и гражданской авиации Ил-76, его еще называют самолетом 100 профессий примечания ТАСС. Также при его участии создан первый отечественный широкофюзеляжный пассажирский самолет Ил-86, летающий командный пункт Ил-80 и дальнемагистральный Ил-96-300, специальная версия которого обслуживает президента РФ Владимира Путина. Еще одно событие, которое в апреле потрясло и взбудорожило все СМИ, это уход с поста гендиректора авиационного комплекса ИМ. Льюшина Алексея Рогозина В своем прощальном письме сотрудникам предприятия ООН отметил, что главным итогом его деятельности на этом посту за два года стало создание дивизиона транспортной авиации ОАК. Несомненно, сегодня в нашей армии этому направлению уделяется особое внимание, только потребность военно-транспортной авиации, ВТА, Воздушно-космических сил, ВКС. Россия оценивается в объеме более 100 легких самолетов Ил-112В. Качественно усилить возможности ВТА должны и тяжелые Ил-76МД-90А. Всего в 2019 году планируется получить 6 единиц. Также в Ульяновске проходит летные испытания перспективный конвертируемый самолет-заправщик Ил-78М-90А, объем поставок которого предусмотрен госпрограммой вооружений. Льюшинское чудо. Тактическая авиация, самолеты грузоподъемностью до 5-7Т примечания. ТАСС, в настоящее время является одним из наиболее быстро развивающихся сегментов мирового рынка военно-транспортной авиационной техники, ВТА. Вплоть до недавнего времени российское участие в нем было минимальным, однако именно с новым илюшинским чудом-самолетом Ил-112В в скором времени можно будет связать основные успехи страны на мировом рынке тактической ВТА. Необходимо отметить, что начало 21 века российский тактический военно-транспортный парк встретил в удручающем состоянии на вооружении состояли самолеты Ан-24 и Ан-26 разработки конструкторского бюро КБ «Антонов», которые приближались к окончательной выработке летного ресурса. Эти образцы авиационной техники, которые начали эксплуатироваться еще в начале 1960-х годов, нуждались в срочной замене. Ан-24, Джакарта, Индонезия, 1965 год. Источник изображения – В. Лапкин, ТАСС. Между тем опыт конфликтов с участием ВТА военно-воздушных сил СССР наглядно показал, что именно тактические военно-транспортные самолеты выполняют подавляющее большинство боевых задач на линии фронта или в районах соприкосновения с противником. В частности, в ходе войны в Афганистане, 1979-1989 годы, именно они стали самолетами, выполнившими наибольшее количество задач на территории страны. Их роль в выполнении таких задач, как доставка боеприпасов и других грузов военного назначения, эвакуация раненых, переброска войск стала неоценимой. Легкие транспортники положительно проявили себя и в ходе локальных конфликтов в 1990-х годах на постсоветском пространстве, а также на территории ряда азиатских и африканских государств. Вместе с тем уже к середине 2000-х годов стало ясно, что Ан-24 и Ан-26 необходима более современная замена. Начало крупных глобальных программ по цифровизации военно-транспортных самолетов, внедрение новых композиционных материалов, появление более экономичных и топливоэффективных турбовинтовых двигателей позволили лидерам мирового авиастроения существенно ускорить разработку тактических транспортников нового поколения. В России же основный упор был сделан на разработку существенно более тяжелых самолетов ВТА с турбореактивными двигателями, например, Ил-476, в настоящее время обозначается Ил-76МД-90А. Вероятно, причиной этого послужила крайне интенсивная эксплуатация самолетов семейства Ил-76 в ходе конфликтов в Чечне, когда основным требованием являлась быстрая переброска крупногабаритных грузов на значительные дистанции. Ан-140. Источник изображения – Валерий Бодряшкин, ТАСС. Тогда стало ясно, что Украина неизбежно уйдет под западное влияние, и сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере оказалось под большим вопросом, так прокомментировал ТАСС ситуацию с началом разработки Ил-112В и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, именно геополитика сыграла свою роль в возвращении к незавершенному проекту Ил-112 в 2013-2014 годах. По новым планам Минобороны, легкий военно-транспортный самолет должен обладать всеми современными функциями и системами защиты от систем ПВО вероятного противника. Должен быть построен с нуля полностью из российских комплектующих и способным работать в самых сложных климатических условиях, присущих огромной территории России. Конечно, государство поставило перед производителями весьма жесткие условия, в том числе и по срокам исполнения заказа. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Спустя три года ситуация радикально изменилась. 30 марта текущего года состоялся первый полет самолета нового поколения Ил-112В. Летчик-испытатель Герой России Николай Куимов по достоинству оценил транспортное судно, подчеркнув, что новая машина хорошо ведет себя в воздухе. Ожидается, что в перспективе Ильюшинское чудо заменит известный Ан-24 и Ан-26 и станет основой российской тактической ВТА. В 2018-м сообщалось, что в рамках госпрограммы вооружения до 2025 года запланировано приобретение порядка 22 самолетов. Ан-26. Источник изображения – Марина Лысцева, ТАСС. Стоит отметить, что ВКС по-прежнему отличается очень высокая пропорция тяжелых и тактических транспортников. На 115 АНов приходится около 100 тяжелых Ил-76. По сравнению с предшественником Ил-112В отличается незначительно уменьшенной массой полезной нагрузки 5200-5500 кг и 5000 кг соответственно. При этом возможности самолета по перевозке груза массой больше половины показателя грузоподъемности существенно выше, дальность полета Ан-26 с максимальной нагрузкой не превышает 1000-1000 годы КМ. На этой основе можно сделать вывод о способности Ан-26 перевозить груз массой 3,5Т на дистанции около 1400-1500 годов КМ. Увеличенные по сравнению с Ан-26 размеры грузовой кабины позволяют разместить в ней автомобиль типа УАЗ-452, до 50 человек личного состава или до 26 парашютистов с личным вооружением. Ил-112В. Источник изображения – Армен Гаспарян, пресс-служба ПАИЛС-ЛЕШТАС. У Ил-112В также выше крейсерская скорость – 450-500 км в час и около 430 км в час соответственно. А практический потолок двух транспортников практически идентичен – 7600 метров против 7300 метров. Таким образом, новый самолет Илюшина, испытания которого начнутся в 2019 году, может с успехом заменить Ан-26 на российском внутреннем оборонном рынке. Серийная машина будет полностью отвечать требованиям тактико-технического задания Минобороны России. Надо отметить, что практически все системы самолета разработаны с нуля, являются новейшими отечественными разработками. Самолет дал жизнь очень многим новым техническим решениям. Алексей Рогозин, экс-глава ИЛ. Испытание турбовинтового двигателя ТВ-7117СТ для самолета Ил-112В, 2017 год. Источник изображения – Владислав Карпов, ТАСС. В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам первого полета Ил-112В назвал его уникальной платформой для создания военных и гражданских самолетов. Ил-112В – это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских, – сказал он, отметив, что выполненный полет – важный этап для формирования парка военно-транспортной авиации России. За всем этим стоит большая работа, которая была проведена на протяжении последних 15 лет. Я искренне благодарю людей, которые верили в проект, много сделали, чтобы этот полет состоялся. Впереди у нас много задач. Юрий Слюсарь, президент ОАК. Планируется, что серийное производство будет налажено с 2020 года на ПАО «Воронежское акционерное самолетностроительное общество» – ВАСО. Впрочем, со стороны Минобороны сохранился ряд замечаний к новому самолету, в том числе и в вопросе повышения грузоподъемности машины. Авиазавод ВАСО сейчас направляет около миллиарда рублей в модернизацию производственных мощностей под будущий серийный выпуск самолета Ил-112В, отметил глава Бюро военно-политического анализа. Новые горизонты. Согласно прогнозу еженедельника Aviation Week Ampersand Space Technology, в период до 2023 года объем мирового рынка ВТА составит 432 самолета общей стоимостью 51,9 миллиарда долларов. Самую большую нишу на этом рынке 34% по количеству поставленной техники и 35% в финансовом выражении займет европейская компания Airbus KC-46A Pegasus. Источник изображения Reuters, Lindsay Watson. Среди лидеров рынка можно назвать самолет до заправки топливом в полете KC-46A Pegasus. Компании Boeing. Также большим спросом пользуется европейский самолет-заправщик A330MRTT, Multi-Roll Tanker Transport. На сегодняшний момент портфель заказов составляет 60 единиц, из которых 35 уже переданы операторам. Свою нишу на рынке занимает и транспортник средней и большой дальности C-130, эксплуатирующийся в США и в странах НАТО. Пять таких машин в 2020 году получит Индонезия. Говоря о мировом рынке тактической ВТА, нашему Илу придется столкнуться с двумя значимыми конкурентами, в частности, самолетами. С-295 Разработки европейского концерна Airbus Defense Ampersand Space E-C-27 Спартан Разработки итальянского концерна Leonardo Airbus Начал продвижение С-295 На постсоветском рынке ВТА, так, этот самолет уже закупают пограничная служба и силы воздушной обороны Казахстана. На вооружении состоит 8 единиц. С-295 А в конце марта первую машину заказали пограничники. С-295 Источник изображения ВВС Узбекистана также закупили 4 единицы С-295 В модернизированной конфигурации с законцовкой крыла типа Winglet, иногда встречается обозначение S-295W Однако в официальном каталоге производителя оно отсутствует. Таким образом, страны СНГ эксплуатируют 12 единиц С-295 А в ближайшее время их число увеличится В общей сложности ВВС-31 стран мира эксплуатируют 169 единиц С-295 По сравнению с С-112W европейский самолет отличается более высокой полезной нагрузкой С-295 Способен перевести груз массой 6Т на дистанцию порядка 3700 км и находится в воздухе до 11 часов В транспортно-десантной конфигурации С-295 перевозят 71 человека или 50 десантников с индивидуальным вооружением С-27 Источник изображения Итальянский С-27Y отличается еще больше максимально полезной нагрузкой 11,5 Т Но вместе с тем его взлетная масса 32,5 Т Почти на треть выше, чем у Ил-112В Спартанец также оснащен более мощными и менее экономичными двигателями мощностью 4637 Иль-С Каждый Несмотря на высокую грузоподъемность, перевозят только 34 десантника По некоторым данным, в ВВС Туркменистана не менее одного С-27Y, а в ВВС Литвы-3 Ил-112В составит достойную конкуренцию европейским тактическим транспортникам на мировом рынке вооружения Все военно-транспортные самолеты разработки Ильюшина отличались крайне низкими расходами на эксплуатацию и поддержание летной годности Несомненно, и новый транспортник эту традицию поддержит, однако за место под солнцем ему придется изрядно побороться Салон тренажера военно-транспортного самолета Ил-112В Источник изображения Итартас Слэш Максим Шметов За последнее время Ил пережил целую череду сложных моментов, связанных в том числе с увольнением из холдинга гендиректора Алексея Рогозина и уходом из жизни авиаконструктора Генриха Новожилова Создателя Ил-76 и Ил-96 Однако перспективы у продукции под маркой Ил остаются самими высокими, отмечает военный эксперт Михайлов Впереди у самолета Ил-112В презентация на авиасалоне МАКС-2019, а через год выход на серийное производство Уверен, что у нового военного транспортника большое и экспортное будущее Пока что Ил только расправляет крылья Дмитрий Федюшко, Роман Азанов Право на данный материал принадлежат ТАСС Материал размещен правообладателем в открытом доступе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова